Илья Усанин, наводчик 45-мм орудия, прикрываясь со своими товарищами отход бойцов 712-го стрелкового полка, сдерживал натиск немецких танков. Когда все вокруг, кроме него, были убиты, он продолжал сражаться, а после того, как кончились снаряды, то герой в последнем порыве бросился с гранатой под немецкий танк. Случилось это в первый день Курской битвы 5 июля 1943 года. Тогда 132-я стрелковая дивизия, в которой служил младший лейтенант Усанин, занимала оборону на северном фасе Курской дуги. Местность для обороны была благоприятная, с множеством оврагов, холмов, лесных массивов, рощи садов. 712-й полк находился в первой линии обороны и располагался чуть восточнее деревни Турейка, на безымянной высоте. Там же окопались и артиллеристы 23-го истребительного дивизиона со своими сорокопятками. Но и немцам такая местность была очень выгодна. В ее складках они могли незаметно накапливать свои резервы и сосредоточили против советского полка целую пехотную дивизию, усиленную танками. С первыми лучами солнца началась страшная канонада, но, вопреки ожиданиям, это била советская тяжелая артиллерия. Командование Красной Армии разгадало планы противника и решило упредить его в артиллерийской подготовке. Скоро, как будто очнувшись, заухали и немецкие пушки, а на головы советских стрелков посыпались снаряды. Видно, советская артиллерия все-таки накрыла какие-то позиции противника, так как его огонь был немассированным и не достигал поставленных целей. Поэтому немцам пришлось дополнительно ввести в бой еще и авиацию. Одна группа вражеских самолетов сменялась другой. Кругом рвались бомбы, снаряды и мины, стоял сплошной гул, земля содрогалась от мощных взрывов, об окопы сыпалась земля с брустверов. А дыма и пыли у красноармейцев першило в горле, было трудно дышать. Огненный шквал длился непрерывно в течение трех часов, и советские роты неизбежно несли потери и основательно поредели. Не обошлось без потерь и в орудийном расчете, где находился младший сержант Усанин. Одним из осколков был убит командир орудия, и Илья Афанасьевич взял командование на себя. Хоть советские стрелки и артиллеристы и понесли большие потери от авианалета, но первые две немецкие атаки они отбили. Только с вводом двух свежих полков немцам удалось потеснить соседний 47-й стрелковый полк 15-й дивизии и выйти с фланга бойцам, обороняющимся на высоте. 40 тяжелых машин медленно выползали из бурьяна и мелкого сосняка. За ними развернутым строем выходили обозленные фашисты с автоматами наперевес. Красноармейцы попытались держать и этот натиск, но были опрокинуты и стали отступать. Илья Усанин, понимая, что при отступлении орудие непременно будет потеряно, решил остаться и принять бой. К тому же, кто-то должен был прикрыть отступающие части. Остальным членам расчета он приказал отходить вместе со всеми, но бойцы остались со своим командиром и стойко приняли последний бой. 16 танков двигались прямо на орудие товарища Усанина. Воспользовавшись тем, что расчет пока еще немцами не был обнаружен, артиллеристы подпустили врага поближе, а потом открыли огонь по наступающим. Первым же снарядом Усанину удалось подбить один танк, но враг, готовый к такому повороту событий, среагировал быстро и сразу же ответил интенсивным огнем. Лишь только несколько выстрелов артиллеристы успели сделать в сторону противника, как возле их расчета разорвался немецкий снаряд. Илья Афанасьевич в этот момент прильнул к прицелу и взрывом его отбросило в сторону. Когда же он очнулся, то понял, что остался один, все его товарищи погибли. Бросившись к орудию, которая уцелела, младший сержант продолжил вести бой, и одним из выстрелов ему удалось поджечь еще один танк. Но снаряды быстро кончились. Отступать было поздно, немцы уже находились в глубоком тылу. И тогда Илья Усанин, крепко сжав в руке противотанковую гранату, бросился на ближайший танк и, взорвавшись вместе с железной машиной, погиб смертью храбро. За этот подвиг младший сержант Усанин Илья Афанасьевич 16 ноября 1943 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Илья Афанасьевич родился 2 июля 1918 года в деревне Нижняя Кига Пермской губернии. До войны он работал в пожарной охране в городе Пермь, а потом отучился на арматурщика. С началом Великой Отечественной он подал заявление с требованием отправить его на фронт, но на него была оформлена бронь, так как он работал на заводе, который выполнял военные заказы. Только в 1942-м его заявление было удовлетворено и, отучившись в школе младших командиров, его в сентябре зачислили наводчиком орудия 3-й батареи 23-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. До Курской Илья Усанин участвовал в Сталинградской битве, а после смерти героя похоронили в братской могиле в селе Тагино Орловской области.